всем привет ну вот я значит сделал сборочку манджара установил ее на жесткий диск ну что могу сказать я оставил манджара манджара архитектором то есть там долго там выбирал подсоединял там настраивал так далее ну так вроде бы сборочка получилось нормальная но если сравнивать допустим с тем же ментом то могу сказать следующее какие программы не встали значит программа варите программа варите вот она она значит встала нормально значит а вот программа варите слайд-шоу ни в какую поэтому значит значит если вы любите значит творите слайд-шоу то значит на манджара к сожалению вы себе ее не установите ну или через большие скажем так танцы с бубнами дальше какие значит еще были значит тут проблемы значит ну давайте по порядку значит qt5 архивер сюда программа не ставится поэтому чтобы сделать полноценный снимок экрана снимок операционной системы значит ну я попробовал программу таймшит значит у меня у ней вот что не понравилось значит когда запускается мастер значит ну вот ростинг выбираете там идете дальше вот я у меня на пятом разделе у нас 400 гигабайт а вот возможности выбрать папочку куда все это дело складывать я не смог только значит сохраняется на разделе на разделе он при этом создает свою папочку таймшит бояться не нужно я даже боялся поначалу что у меня снесет весь раздела нет аккуратно значит значит действует сделал свою папочку на разделе и туда все все необходимое говорится выложил но какое-то беспокойство было вот дальше значит ну здесь устанавливается тут все самое необходимое далее готово и можете приступать к созданию и значит на домашнем разделе вот он как только таймшит включается и указывается путь куда сохранить он сразу менеджеры программ хоп исчезает мой значит домашний раздел ну собственно говоря не столь уж это и важно значит ну мне в принципе таймшит не очень понравился еще чем он в этом плане он в этом плане также как говорится как и систем баг только себя милого свой корень видит и значит делает его бэкап но систем баг то делает еще и изообразы вот и поэтому ну систем бага значит большое преимущество потому что он может создавать значит архивы в своем собственном формате и плюс создавать изообразы которые мы можно записать на флешку на флешке работать на как с полноценной операционной системы значит и в то же время взять и записать тут же на любой раздел жесткого диска на любом компьютере то есть разница здесь все таки даже между систем баком и таймшитом большая ну а скажем так на первом месте конечно qt5 стоит потому что это программули крохотули она делает бэкапы любых разделов жесткого диска их можно сохранить на любых других разделах жесткого диска или на внешнем жестком диске и там где есть только возможность запуститься с программы qt5 а он спокойно ставится на любую на минтовскую сборку там и на x-face на mate и на цинамон ставится qt5 туда спокойно и в лед прямо с флешки можно эту копию вытащить с любого раздела жесткого диска и установить на любой другой раздел вот и вся разница то есть по надежности вот такие вот вещи получаются а qt5 на манжаро но ни в какую не ставится вот хоть ты тресни ничего с ним не поделаешь дальше что значит еще значит ну ubuntu cleaner естественно сюда не встал пришлось поставить бличбит ну в принципе покопаться в настройках для любителей вот здесь вот только не переусердствуйте если сильно глубоко залезти в систему то можете ее все в себе и снести вот поднастройте значит ну будете чистить бличбитом значит поставил я в эту сборочку две значит графические оболочки для установки программ вот одна из них менеджер пакетов вот здесь вот ищите пакет необходимый если там его нет берете там и ставите значит и есть поставил еще октопе тоже вот здесь вот идет поиск ищите там но опять таки ну ставится не все программы те которые я хотел ну не встали они вот даже тот qt5 я уж про систембак не говорю ну и qt5 постархивер вообще не встал варите слайд шоу не встала на сборке вот у меня на этой было мельчешение экрана дерготня и прочее и пришлось поступать таким же вот образом как и всегда сделать прививочку как только прививочку значит я ему сделал все мельчешение мельчешение значит исчезло и все нормально заработало программы для записи с экрана обе настроенные обе работают хорошо вот оба студии я пишу а вот еще simple screen recorder и та и другая поднастроена работает нажимаете единственное там в настройках микрофона покопаетесь у меня подсоединен внешний микрофон а вы посмотрите что у вас там подключено или внешне или встроено или так далее дальше ну стандарт для обработки видеоинформации значит это редактор open shot simple screen recorder проигрыватель видеофайлов и редактор звуковых файлов audacity ну слава богу встали нормально ну вишенка встала не совсем мне понравились как-то там тона у них сделана в темном цвете все ну видите пока не подсветишь толком ничего не видно ну ладно тут попробовать там полазить в темах может быть что-нибудь можно посимпатичнее найти но в принципе значит я думаю что Linux Mint ну 100 очков вперед даст в плане надежности за счет того что на нем и систембак стоит и Qt5 фс-архивер стоит я даже вот эту сборку буду делать с Минта или с флешки или со своего цинамона на жестком диске вот ну выложу со временем для ознакомления посмотрите ну потому что ну а кому-то вот может быть Linux очень нравится кому-то Манжара очень нравится ну что ну берите скачивайте и ставьте и пробуйте гарантии вам не даю что на вашем железе все заработает ну скорее всего у большинства работать будет вот практически и все коночки встали значит сеть поднастроил там зацепила погоду значит поднастроил работает значит ну два языка как всегда русский и английский значит переключение на по alt shift между ними и чтобы получить знак собачки надо в английской раскладке нажать shift и русскую букву э находясь в английской раскладке если сделаете себе американский флаг то там будет переключение получение знака собачки по shift и цифре 2 вот и вся разница между этими двумя раскладками английской американской кто как кому говорится к чему привык ну что так ну что ну маджара допустим мое такое мнение что все таки должны себе устанавливать люди у которых там ну по крайней мере там полгода год какого-то там опыта с линуксами имеется ну скажем так ну не абсолютные новички потому что особенно вот маджар архитектором я ставил ну там это была целая песня вот официально сборку может быть поставить нормально все вот архитектором тут я делал ценамон потому что у меня рабочий стал любимый ценамон тут пришлось как говорится с бубном потанцевать офис стоит хороший свежий значит один из самых последних одна из самых последних версий в интернет я добавил только угет программу для скачивания больших файлов программа для скачивания торрентов уже была и поставил я хромим рукую не ставился вот хоть ты что с ним сделай то есть мне манжаро лично всегда нравился вот я вспоминаю там это и четыре там и пять лет назад у них всегда был очень хороший красивый графический интерфейс иконочки всегда были подогнаны тщательно значит ну в плане графики здорово там они поработали вот ну вот если сравнивать допустим тот же PC Linux очень хорошая надежная система на основе RPM пакетов там как и как и сусе но у PC Linux у него есть своя собственная программа для создания своих собственных из образов настроенной системы то есть их можно тоже записать на флешку можно также работать с флешки как с полноценной операционной системой можно также установить на любую раздел жесткого диска без проблем я вот сейчас не помню на PC Linux Qt5 фс архивер ставился или нет вот ну они проиграли в плане графики у них такая была скажем так детская алиповатость это я называю ну или грубо говоря у создателей PC Linux было просто-напросто отсутствие хорошего вкуса вот систему сделали хорошую и надежную а вот в плане как говорится художественного оформления подкачали а у Манжаро наоборот очень хорошая и красивая графика там и темы можно подобрать там и иконочки там за чертов ступи вот вот в плане надежности ну что-то нужно все-таки на Манжаро по типу Qt5 архивера что-то должны архиведы придумать не знаю даже ну это просто неладно как-то вот хотя как видите всегда имеется выход из положения люди берут просто на флешку устанавливают себе Минт на него ставят Qt5 и им как говорится в любой точке орудуют и что хотят то и делают и бэкапят и восстанавливают и никаких проблем при этом не имеют и головной боли поэтому значит вот у меня лично сложились вот такие вот впечатления что что программа таймшит ну она скажем так она проигрывает в этом плане и программе систембаку и Qt5 фс-архиверу к сожалению к сожалению для любителей манжаро вот ну тем не менее как видите много что можно и здесь и поднастроить чтобы так же оно там все и шевелилось и крутилось и и работало вот ну ручками надо скажем так немножко поработать вот покопаться в настройках разобраться много будет получаться но к сожалению не все вот чем меня мент то и устраивает что вот на нем у меня ну вот все мои программы все работают вот я даже от манжаро даже не ожидал что будут идти эти сполохи по экрану вот вот начал снимать даже ролик а потом что смотрю ёлки-палки сполохи по экрану идут это что такое еще вот могу вам скажем так продемонстрировать без дураков сейчас только я вот здесь вот вот видите сполохи какие идут по экрану манжаро цинамон вот такие вот сполохи идут по экрану я ее манжаро архитектором вот и значит я уже поздно спохватился думаю ну ладно что делать ничего не поделаешь значит пришлось делать прививочку вот я об этом уже в нескольких роликах и и показывал и рассказывал как она делается после прививочки все запись идет устойчиво никаких там дерганий мельтешения экрана нету ничего то есть ну метод то хороший работает нормально вот так что вот могу значит вам в принципе ну как ну для ознакомления для всеобщего развития порекомендовать по крайней мере такого головняка с установкой значит не будет почему я со временем сборку выложу разобью ее на файлы там по 200 там по 300 там или по 500 мегабайт посмотрю вот скачаете значит архиватором 7 козет значит возьмете распакуете в один общий архив и программа qt5fs архивер поставите себе куда угодно на любой раздел жесткого диска ни виртуальной коробочке здесь не нужно будет ни флешки скачали архивировали и программы qt5fs архивер поставили куда надо ну и проверяйте заработает у вас она или нет потому что железо у всех разное у кого-то заработает у кого-то нет у большинства работать начинает вот так что для тех кто хочет иметь скажем так общее представление о манджаро там покопаться немножко там с ним повозиться посмотреть что это такое с чем его едят да ради бога вот пожалуйста все у вас как говорится и флаг вам в руки вот значит ну в принципе вот практически и все на мой краткий значит обзор манджара то есть вот понимаете у меня всегда одним из очень важных критериев было надежность операционной системы вот system bug и qt5fs архивер они практически делают операционную систему неубиваемой сохранили на жестком низке где-нибудь на внешнем и все что бы у вас там не случилось взяли восстановились все привет с флешки загрузились работаете на флешки вот что-нибудь полетел полностью раздел это ну там случай из миллиона но взял полетел а у вас работа стоит там что-то там делать надо на прямо с флешки взяли загрузились работаете потому что флешка живая на ней стоит операционная система настроенная все на ней чики-пуки как говорится все нормально вот поэтому значит вот я всегда уделяю вопросам надежности системы значит очень скажем большое внимание не каждая не каждый дистрибутив linux может похвалиться вот такими хорошими программами вот значит вот все мои два фактора значит нет надежных и хороших программ для создания копий значит архивных там изо файлов изообразов по крайней мере на сегодняшний день я таких не знаю может быть кто-нибудь там что-нибудь уже и создал вот поэтому ну просто понимаете иногда хочется что-то интересненькое там попробовать ну взяли себе там от 30 там до 50 гигабайтов на жестком диске выделили раздел полигон устанавливаете туда сборку пробуйте ее гоняйте в холосты в грилу смотрите там как что там работает получаете как говорится себе удовольствие вот танцуете с бубном шаманте немножко может у вас там что-то будет получаться ну ради бога а так вот я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч по крайней мере у меня теперь проблема с операционными системами вернее с дистрибутивами линукса которые не могут сами создавать изообразы я решила таким образом программой qt5fs архивер я создаю значит копию раздела разбиваю ее значит программа с семерка он позволяет делать многотомные архивы вот разбиваю его там на части и забрасываю на кладовочку а там дальше уже наберите по частям там потихонечку себе скачиваете разворачиваете ставьте тестируете смотрите ну ладно всего вам доброго и до новых встреч